всем привет у нас очередной заказ это два выжигателя в город петропавловском час заказчик евгений ну вот выжигатель нас это пирограф резак 2 в одном и выжигатель молний так и полные его комплекты так что входит в комплект у нас выжигателя пирограф резак 2 в одном прометей это рисунки для нанесения на деревянную заготовку для выжигания тут же есть у нас и копировальная бумага черная для нанесения рисунков на заготовку для копирования так провод для нет нас провод идет для выжигания молнии так сетевой провод для включения сети также у нас идет деревянная заготовка для пробы как можно будет попробовать как выжигает нехромовая петля нехромовая так скажем перо то или иное перо при различной различную степень накала вот либо можно попробовать порезать проволокой нихромовая но тоже при различном степени накала как резко это для пробы так идет комплекте отвертка для закрепления перьев в пирографе вот для замены также нас карандаш идет для нанесения рисунков на деревянную заготовку в комплекте также здесь у нас идет точилка для карандаша двух разных размеров здесь идет наждачная бумага небольшой кусочек для зачистки нихра нихромовых перьев от сажи также здесь нихромовая спираль вытягиваете нужную длину проволоки для резака где-то сантиметров 60 65 до 70 сантиметров вот свыше уже некомфортно работать вот идет где-то от 60 до 70 сантиметров здесь в этой пружинке спирали таких отрезков где-то ну штук 40 50 будет так также здесь у нас идут колодки сменные латунные для пирографа и предохранители сменные тоже запасные платье и здесь еще есть 10 разных перьев для нихромового резака то есть ошибся для пирографа 10 разных перьев для замены также у нас к в подарок идет такая вот лупа для выжигания уличительное стекло для выжигания при помощи энергии солнца и в подарок идет у нас так как заказал у нас евгений два выжигателя мы положили ему струбцину в подарок для закрепления к верстаку ли к столу деревянной заготовки чтобы резать резаком вот что у нас идет комплект данного выжигателя молний это у нас провод то есть удлинить удлиненная кнопка дано на проводе это пульт то есть приклад при помощь которого можно будет нажимать отойдя от на безопасное состояние нажимаем и выжигаем так это пульт проводной также у нас провод для подключения 200 2000 вольт с крокодильчиками сетевой провод очень 220 емкость для разведения раствора емкость с содой вот так же у нас здесь есть ложка мерная для соды кисточка для нанесения раствора на деревянную заготовку сама деревянная заготовка для пробы вот это щетка для смывания сажи после заказа завершение выжигания можно при помощи щетки почистить наш рисунок от сажи под водой под строй воды вот здесь у нас имеется два самореза в качестве электродов скручиваются в деревянную заготовку подключаются к ним с крокодильчики также здесь у нас есть плоский электрод в виде этой пластины до оцинкованный вот это нужно для своеобразного тоже нанесение молнии на деревянную заготовку то есть можно при помощи этого электрода тоже выжигать то есть вот эти тампоны здесь идут ватные диски в комплекте тоже и предохранители плавки и сменные запасные так при помощи этих вот тампонов то есть смачиваются они в растворе соды тампон ложится ватный диск на деревянную готовку тоже смочены уже предварительно в этом растворе вот и ложится этот плоский электрод на эту смоченный ватный диск вот и подключается к этому пластине крокодильчик ну то есть по идее есть такое как бы если не касается металл непосредственно деревянной заготовки вот то молнии от него не идут идет мол не только от самореза да то есть вот металла вкрученного владелин заготовку вот ну есть такое можно попробовать таким тоже образом по выжигать вот на разных видах дерева жиган идет по-разному поэтому нет одинакового выжигания на разных видах дерева одного и того же выжигание не происходит то есть всегда по-разному выходит вот какое-то дерево лучше выжигается на каком-то похуже и рисунки в совершенно там уже по-другому идут и сами проявляют себя по-другому совершенно вот поэтому нужно пробовать и все это дело уже испытывать на так скажем на опыте так вот в принципе все здесь вся комплектация у нас евгений заказал сразу два выжигателя поэтому подарка ему также еще сделали дополнительный дым отсос это он идет для того чтобы при резке резаком не хромовой проволокой выделяется большое количество дыма даже если выжигаете пирографом тоже выделяется дым и все это дело летит в глаза неудобно то же самое выжигатель молнии правда мы близко не находимся но все равно можно положить поставить его на какое-то расстояние недалеко от выжигаемой поверхности и включить дымоотсос будет дым от отсасывать от выжигаемой поверхности до родили от деревянной заготовки и мы будем видеть четко без дыма как идет выжигание вот это очень полезный такой девайс подключается 12 вольт там на задней части выжигателя резака пирографа но одном вот и на нем есть включатель этом дымоотсосе вот и нужно ставить этот дымоотсос чтобы воздух засасывался в вентилятор и выкидывался в другую сторону совершенно от вас вот не как по-другому то есть не чтобы дым то есть ветер дул на выжигаем поверхность до сдувала вот иначе будет нихромовая проволока остывать быстро и врезать будет хуже вот и перо нихромовая тоже будет остывать быстрее если будет ветер дуть на выжигаемую поверхность нужно именно поставить чтобы всасывал дым таким образом будет работать так ну что у нас располагается на них raw выжигатели нихромом резаке и пирографа 2 в одном это на передней части у нас располагается включение переключение позиций это пирограф и резак вот среднее положение нейтральное так лампочка индикаторная сети 220 вольт и индикатор то есть показывает температуру первичной обмотки на трансформаторе то есть не превышаете более 70 градусов и как его только выйдете подходит 50 60 градусов лучше немного остановиться и дать немного остыть выжигателю вот в противном случае он достигнет 70 градусов произойдет здесь отключение трансформатора потому что стоит на нем защита до 70 градусов как на этом аппарате так на этом защита в 70 градусов как только он потом остынет градусов на 15 он сам включится опять заработает вот так же здесь у нас есть регулировка мощности накала вот присутствует вот провода также накручиваются слева и справа для удобства хранения вот на рукоятках присутствует кнопка включения выключения после того как поработали можно выключить вот они тянутся к аппарату чтобы отключить аппарат так на задней части выжигателя у нас находится вентилятор кулер до для охлаждения вот сетевой разъем 220 вольт предохранитель платье и клавиш включения и также разъем под 12 вольт для дымоотсоса подключение разъема вот включается дымоотсос так но в принципе все вентиляционные решетки по бокам как и обычно вот что у нас на передней панели возжигательный молний это разъем на 2000 вольт подключается крокодильчики вот также есть лампа индикатор на 220 вольт подключение сети и также у нас индикатор на индикатор на температуру то есть электротермометр показывает температуру первичной обморки тоже не превышать 70 градусов то есть как подходит 50 60 градусов тоже можно остановиться дать остыть ему пускай пока вентилятор остужает трансформатор вот как только если отключится вдруг после 70 градусов до вы проследили он отключился выжигать нельзя будет но вентилятор будет постоянно его остужать вентилятор не отключается как только у нас линит градус на 15 он опять включится и можно будет выжигать дальше так на задней панели также на 220 подключение разъем к плавке предохранитель ключ включения и разъем под кнопку проводную это пульт проводной вот кнопка возвратная то есть она без фиксации нажали идет выжигание отпустили выжигание прекратилось то есть она без фиксации для безопасности вот если что-то у вас там произойдет да пальцы просто отпустили выжигание прекращается в принципе все по бокам также у нас вентиляционные решетки их желательно не закрывать ничем также в комплекте идет руководство по выжиганию полный с цветными иллюстрациями и здесь у нас руководство выжигателя то есть паспорт выжигателя так в принципе все сейчас мы включим и проверим как они работают и так подключили мы не хромовую проволоку длиной где-то 60 50 65 70 сантиметров толщина проволоки составляет 0 5 миллиметров вот то есть толще нежелательно и тоньше тоже где в дальнейшем брать эту проволоку также я прикреплю ссылочку внизу под видео будет можно заказать их присылают по почте хоть транспорт компании то есть от метра вот сколько закажите метров только и пришлют вот проволока для нихромового пирографа идет толщиной 0 8 можно миллиметровую использовать тоже точно также можно заказывать ее проволоку от откус отрезать ее кусочки до проволоки размером 4 сантиметра отрезками и загибать уже любые перья то есть вы уже не будете привязаны то есть каким-то определенным перьям до которые продаются где-то там за дорого три дорога то можете покупать проволоку и нагнуть из нее любые совершенно любые узоры до для того чтобы выжигать любые перья вот также вот эти латунные колодки они покупаются в электрических магазинах электротоваров на вытаскиваются они из колодок из полиэтилена вырезаете вот тут обычным ножом канцелярским вот можно заменять их если вдруг они выйдут из строя от эти колодки потому что здесь резьба очень тонкая нежная если перетянете сорвете то есть комплекте есть но в дальнейшем также можно будет их приобрести то есть без какой-либо привязки к какому-то основному там выжигателю которые продаются до каких-то производства на каких-то заводах китайских вот и нужно будет опять же у них покупать заказывать какие-то переходники вы здесь не будете как бы привязаны к этим товаром то есть вы можете в момент найти эти вещи и купить вот в принципе все сейчас мы включим и проверим на работ способность нашего аппарата включаем на задней части тумблер включилась лампа индикаторная загорелась него новая лампочка температура у нас показывает термометр 27 7 градусов мы видим вот на этом тоже 27 5 температура нашей первичной обмотки вот переводим то есть заработал кулер мы слышим до переводим тумблер на пирограф то есть на рукоятку на эту перед включением тоже убедитесь то что включатели на рукоятках везде стоят на нуле вот после этого смотрим да то есть на максимуме выкручена вот можно при подубавить как хотите при включении вот мы включаем на рукоятки клавишу включения загудел трансформатор можно слышать и накаляется наша нихромовая вот мы видим то что накалилась наше перо и можно регулятором убавлять и накал тоже будет регулироваться и убавляться то есть буквально белого накала до темного плавника регулируется нас на половине у нас стоит и накал есть появляется прибавляем все плавно регулировка присутствует сравнивал я выжигатель пирограф советский с моим то есть на советском пирографе там стоит трансформаторик совсем маленький небольшой и накаляется очень медленно где-то секунд 15-20 накаляется перо и плавной регулировки тоже нету то есть очень неудобно клавиши на рукоятке нет то есть это обычный любительский выжигатель это же у меня профессиональный вот заказывайте номер телефона будет прикреплен в описании под видео также в видео у меня будет присутствовать номер телефона для заказов так отключаем поработали клавишу рукоятки переводим тумблер на резак включаем клавишу на рукоятки резака и провока начинает раскаляться мы видим проволока раскалилась точно также мы его можем регулировать накал то есть вот мы видим то что накал впадает то есть плавная регулировка тоже присутствует все поработали и отключаем никуда тянуться к аппарату не надо и обжечься а проволоку можно если куда-то тянутся во время работы так на по поводу этого дымоотсоса сейчас я продемонстрирую на на пирографе и дым будет отсасываться этим дым вентилятором так так берем наш рукоятку пирографа включаем дымоотсос включаем пирограф вот он раскалился видим как дым вытягивает в дымоотсос до квина дам так видим то что дым у нас затягивает в дымоотсос и отлично все справляется с дымом выключаем наш дымоотсос все мы видим как дым распространяется вверх и куда попало попадает нам в нос в глаза выжигать невозможно вот видим да то что дым идет вверх спокойненько включаем наш дымоотсос и дымоотсос распространяется противоположную сторону от нас и выжигаем спокойненько без всяких жжений в глазах в носу очень прекрасно работает дымоотсос то есть если направить дымоотсос в сторону выжигания то есть мы видим как сразу начинает остывать наше перо то есть она становится темной то есть я его не убавлял и она остывает только мы повернули его ветром на нас вот мы отвернули дымоотсос и наше перо сразу же раскалилась все и она опять затягивает вот таким образом работает дымоотсос то есть для профессионалов для любителей это просто незаменимая вещь все поработали нажимаем на рукоятке отключили все и рост бывает поработали поставили штатное место так да здесь же и на скомпочка есть отключаем сам дымоотсос дымоотсос остановился так сейчас мы включим проверим наш выжигатель молний много выжигать сильно не буду только для проверки то что он рабочеспособный так подключаем наш выжигатель молний то есть помазали уже заготовленную заранее раствором нашу заготовку деревянную растворчиком до соды вот подключили самореза как виде электродов включили к ним и крокодильчики затем включили 220 включаем на задней панели включение сети заработал кулер охлаждения вот включилась лампочка индикаторная все 220 вольт вот и берем наш пульт управления до проводной отходим на безопасное стояние примерно где-нибудь метр вот нажимаем на кнопочку и смотрим за процессом выжигания и ни в коем случае не дотрагим сюда проводов которые от 2000 вот идет так нажимаем на кнопочку и смотрим выжигание пошло дым выделяется да можно конечно подключать и дымоотсос будет еще лучше дым удаляться и мы будем видеть как происходит выжигание мы видим началось выжигание молнии далее продлять продолжать не буду выжигание так как выделять большое количество дыма в доме здесь задымление будет и не хочу чтобы пахло дымом в квартире поэтому не буду продолжать вот так же мы сейчас посмотрим сколько температуры здесь у нас на выжигатель пирогров 33 вот мы видим температуру немного поднялась вот но когда будет работать вентилятор у него будет постоянно охлаждать то сейчас тоже температуру поднимать 28 и 6 было 27 один градус поднялась а не забываем то что выжигатель молнии работает на пределе своих своих возможностей то есть практически на коротком замыкание и трансформатор очень быстро перегревается поэтому следите за показаниями на термометре и не перегревайте наш выжигатель прослужит вам выжигательных очень долго все проверили выжигатель рабочие так ну вот и все мы их проверили кому понравились данные аппараты выжигатели ставим лайк вот кому не понравились станет дизлайк также их можно будет заказать номер телефона будет у меня здесь прикреплен видео все ссылочки на нашу группу вконтакте будет внизу в описании под видео вот так же у нас есть другие социальные сети можете туда перейти по ссылке внизу и подписаться на другие соцсети также telegram вконтакте и остальные соцсети да также на подписывайтесь на наш канал на ютюбе есть у меня еще один канал на ютюбе это по клеткам изготовление на заказ различные клетки переноски переноски эксклюзивные тоже есть для перелетов на с 7 а самолетах для перевозки внутри в салоне самолета переноски высотой 20 сантиметров то есть эксклюзив нигде их их никто не производит ни одном предприятия мы делаем на заказ вот все всем пока до новых встреч